Привет друзья! В этом видео мы расскажем вам о городе Купенске Харьковской области. У потенциал развития это был второй город Харьковской области, но этот потенциал был безвозвратно утрачен. Потому в этом видео мы расскажем вам историю рассвета и упадка маленького провинциального города. Официальным годом основания Купенска считается 1655. На тот момент это была маленькая укрепленная слободка на высоком берегу реки Оскол. Слободку назвали Купенкой, скорее всего в честь небольшой реки неподалеку. Природа в этой местности была очень живописной. Вдоль реки Оскол на десятки километров растянулись хребты меловых гор. В этих местах обитало очень много диких животных. В основном сурки, лисицы и зайцы. Сурков в этой местности много и в наши дни. Неподалеку от Купенска даже есть двуречанский заповедник, который создан для защиты этих животных. Потому сурок стал одним из символов Купенска. Он изображен на гербе города и ему установлен памятник в центре. С 1685 года слободка Купенка была включена в состав Изюмского полка. В 1779 году она получила статус города, который сразу же стал уездным и получил название Купенск. Но в последующие годы это название без каких-либо указов, видимо по воле народа, превратилось в Купенск. Некоторое время город входил в состав Воронежской губернии, а потом перешел в состав Слободской. Одно из важнейших событий в истории города произошло в 1895 году. Через город была проложена Балашовская железная дорога, которая связала между собой крупный город Харьков и богатый углем Лисичанск. Вскоре в небольшом хуторе Лотниковка рядом с Купенском начинается строительство железнодорожной развязки, локомотивного и вагонного депо. Появляется поселок железнодорожников Купенск-Узловой. В конце 1980-х здесь будет проживать около 11 тысяч человек. На территории поселка находится железнодорожная станция Купенск-Сортировочный, ЖД-вокзал Купенск-Узловой, спорткомплекс Локомотив с бассейном и футбольным стадионом. Сам поселок имеет внутреннее деление на районы, трубный и локомотивное депо. Купенск-Узловой можно считать одной из самых больших железнодорожных развязок Восточной Украины. В то же время данный поселок официально не входит в состав города и считается отдельным населенным пунктом. После начала Великой Отечественной войны правительство Советской Украины сначала эвакуировали из Киева в Харьков, а потом из Харькова в Купенск. Потому местные жители в шутку называют свой город третьей столицей Украины. В годы войны 8810 жителей Купенска и поселка Купенск-Узловой ушли на фронт. Из них 3995 человек погибли. 3854 были награждены медалями и орденами. Среди них 5 героев Советского Союза. Харьков был оккупирован немецкими войсками 24 октября 1941 года. А вот Купенск захватить во время осенней наступательной кампании у немцев не получилось. Фронт был стабилизирован рядом с городом и оставался на этих рубежах до мая 1942 года, пока не началась неудачная Харьковская наступательная операция, которая закончилась Барвенковским котлом. После этого фронт рассыпался и Красная Армия отступала до самого Сталинграда. Купенск был сдан 24 июня 1942 года. Но после разгрома немецких войск под Сталинградом советские войска начали очень стремительно наступать. И 3 февраля 1943 года во время Воронежской наступательной операции Купенск освободили. Во время этой наступательной операции был освобожден и Харьков. Но в марте 1943 года немецкие войска подтянули резервы и снова заняли Харьков. Красная Армия начала отступать и смогла стабилизировать фронт только под Купенском. Потому он стал единственным городом Харьковской области, который был оккупирован только один раз. Первый крупный завод на территории поселка Купенск-Узловой появился в 1911 году. В этой местности много песка, который идеально подходит для производства строительных материалов. И много мела, из которого можно добывать известняк. А наличие крупной железнодорожной развязки позволяло в эту местность подвозить уголь. Благодаря этому в поселке Купенск-Узловой был открыт завод по производству силикатного кирпича. Он проработал до начала гражданской войны. Но во время боевых действий на территории Купенска был разрушен и восстановлен лишь в 1925 году. В 1930-е годы, из-за большой потребности Советского Союза в силикатном кирпиче, производство было значительно расширено. На закате советской эпохи на Купенском силикатном заводе началось производство пеноблоков. И до 2004 года Купенский силикатный завод оставался крупнейшим в Украине производителем этого стройматериала. В 2000-е на Купенском силикатном заводе работало около 500 человек. Его продукция пользовалась большой популярностью. Предприятие имело потенциал к расширению и увеличению объемов производства. Рядом с городом есть большой карьер силикатного завода и огромные карьеры по добыче строительного песка. Меловые горы рядом с городом подарили Купенску еще одно крупное производство. В 1937 году здесь был открыт сахарный завод, который занимался производством сахарного песка из свеклы. Само собой был еще ряд причин, почему сахарный завод разместили именно в Купенске. Наличие крупной железнодорожной развязки, которая способствовала подвозу сырья и угля для производства. Ну и само собой меловые карьеры, из которых добывался известняк, который путем обжига превращается в негашеную известь. А она используется в производстве сахара для очистки, чтобы он был беленьким. В 70-е Купенский сахарный завод считался одним из самых больших на территории Украины. Его суточный объем переработки составлял 40 тысяч центнеров сахарной свеклы. За 1978 год было произведено почти 123 тысячи тонн сахарного песка. При этом он имел самый высокий процент добычи сахара из сырья среди всех заводов Украины. Более 14%. У других заводов этот показатель был около 13%. В 2000-е объемы производства и количество сотрудников стремительно сокращались. А после экономического кризиса 2008 года завод объявил себя банкротом. Из него вывезли все оборудование, оставив только цех по производству извести. Это производство было превращено в отдельное предприятие Купенск-спецпереработка. И после потери Украины контроля над Луганском, оно стало крупнейшим производителем извести в Украине. Во время второй пятилетки в Купенске помимо сахарного завода было построено еще одно крупное предприятие. Купенский машиностроительный завод. В Купенске при ремесленном училище находились цеха с токарными, фрезерными, сверлильными станками. В них было налажено производство сельскохозяйственной техники в небольших количествах. Но после начала строительства сахарного завода, этим цехам пришел заказ на производство оборудования для этого предприятия. И уже в 50-е годы Купенский машиностроительный завод начал производить оборудование для сахарных заводов по всей стране и заниматься его ремонтом. Также на предприятии был налажен выпуск оборудования для кондитерских фабрик, горнообогатительных комбинатов, шахт. В 1953 году в Купенске началось строительство молочно-консервного комбината, основной продукцией которого должно было стать сгущенное молоко. Производственная мощность должна была составить 20 миллионов банок сгущенки в год. Размещение такого предприятия именно в Купенске было очень логичным шагом, поскольку в городе работал один из самых больших в Украине сахарных заводов. Основной его продукцией был свекольный сахар, который используется в приготовлении сгущенного молока. А побочной продукцией был свекольный жом, который используют как корм для коров. Потом рядом с Купенском было много колхозов с молочными фермами. Купенский молочно-консервный завод ввели в эксплуатацию в 1957 году. В 1970-е предприятие было расширено. Выпуск продукции и ассортимент увеличился. В 1980-е Купенский молочно-консервный завод стал одним из ведущих предприятий города. Каждые сутки на предприятии перерабатывали 700 тонн молока. В 90-е из-за массового закрытия молочных ферм предприятию пришлось сократить объемы производства в два раза. Тем не менее оно смогло удержаться на плаву. В 2000-е Купенский молочно-консервный завод стал выпускать продукцию под брендом «Заречье». Такое название появилось, поскольку сам завод находится на левом берегу реки Оскол. А этот район Купенска в народе называется «Речье». Со средины 2000-х завод перерабатывал по 250 тонн молока в сутки. Ассортимент продукции увеличился до 60 наименований. Завод выпускал пастеризованное молоко, сухое молоко, молочные консервы в жестяных и полимерных банках, сливочное масло, кефир, творог, ряженку и другие кисломолочные продукты. Купенский молочный завод продолжал свою работу до начала активных боевых действий за город. В 1980-е годы в Купенске действовали машиностроительный завод, завод хозяйственных изделий, домостроительный комбинат, комбинат строительных материалов, завод железобетонных конструкций, мебельный цех Чугуевской мебельной фабрики, швейная фабрика, завод мясо-костной муки, молочно-консервный комбинат, мясокомбинат, сахарный комбинат, пивоваренный завод, пищевкусовая фабрика, предприятия по обслуживанию железнодорожного транспорта, райсельхозтехника, комбинат бытового обслуживания и несколько других предприятий, а также автотранспортные и медицинские техникумы и три ПТУ. Но, пожалуй, самым главным предприятием Купенска стал литейный завод. Он был введен в эксплуатацию в 1967 году, а уже в 80-е на нем работало около 15 тысяч человек. Специально для этого завода был построен поселок рабочих Повшаровка, в котором в лучшие годы проживало около 25 тысяч человек. О Купенском литейном заводе у нас на канале есть отдельное видео. Также на канале есть видео о Купенской фабрике елочных игрушек, которая была филиалом этого завода. В конце 1980-х в Купенске проживало более 35 тысяч человек. Во всей аккломерации более 70 тысяч человек. Существовал проект, по которому город Купенск и два поселка в пригороде, Купенск-Узловой и Ковшаровка, а также несколько сел неподалеку объединят в один населенный пункт. Для того, чтобы растянутая аккломерация по оба берега реки Оскол действительно стала единым городом, планировалось связать разные районы с помощью троллейбусных линий. Но этот проект так и не осуществили. Потом наступил кризис 90-х. Большинство предприятий Купенска разорилось или сократило свое производство. И Купенск, который имел все шансы стать промышленным центром, начал превращаться в маленький провинциальный городок, который мог претендовать разве что на статус центра Восточной Харьковщины. Для полного счастья в 2022 году по городу пронесся каток войны, и теперь его центральная часть представляет из себя руины. На этом наше видео подходит к концу. Спасибо за просмотр и до новых встреч!